Золотовалютные резервы республики на 1 декабря составили 8,5 млрд долларов. Это хорошая новость для белорусского рубля, так как основная функция таких запасов – поддержание стабильного курса собственной валюты страны. Добиться положительной тенденции получилось, несмотря на то, что за ноябрь резервы снизились на 80 млн долларов. Накануне новогодних праздников в Беларуси снова разрешили продажу пиротехнических изделий. Запрет был введен 11 августа прошлого года. 7 декабря покупка фейерверков в установленных местах будет легальной. В Беларуси в очередной раз продляется срок действия документов. Всего их около 300. В том числе водительское удостоверение, справки о месте жительства и составе семьи, а также о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и паспорта. Если срок действия документа истек, например, 1 декабря 2021, то он может использоваться до 1 июня 2022. В Подминском белорусские пограничники задержали девушку, которая перевозила особо опасное психотропное вещество. В ее автомобиле обнаружено альфа-ПВП, электронные весы и фасовочные пакеты. В ходе дальнейшего расследования вблизи населенного пункта Орешники Смолевического района оперативники выявили тайник. Арктический антициклон несет в Беларусь резкое похолодание. Температура воздуха ближайшей ночью опустится до минус 11. На севере при прояснениях местами может быть от 18 до 23 градусов ниже нуля.